Мы находимся в компании, которая относится серьезно к бизнесу. К сожалению, не так-то просто подвязать вот те инструменты, которые нам обеспечат долговременность использования платформы. Я сейчас включу видео, я его загрузила сюда, перезагружу. Вот это двухминутное видео, я его прослушала два раза, чтобы напомнить, сказать все, что говорим в нашей вице-президенте из Дубаи, из офиса, центрального офиса компании в Дубае, по программе, которую они уже подготовили для рождей чепанеров. Послезавтра, мы знаем, начинаются официальные события, поэтому Сандра, они привезли намного раньше туда, и Сандра вот в этом минуте сказала, что она начала необходимым сделать эту запись, хотя запрещено правило защиты этой территории, этой башни, запрещено, но тут она начнет делать видео. Она заранее нас всем безупреждает, почему попросила, не нужно эту выставлять. Показывает офис, сказала, что мы располагаемся в центральной части Дубаи, это сити-центр Дубаи, бизнес-центр, это главные башни, где располагаются серьезные офисы от Роллс-Ройса, типа они компании, до консульских отделов многих африканских стран, правительственные институты. То есть очень серьезное помещение, где то есть контроль прежде всего и проверка самой компании, которая остается иметь офис в этом помещении, весьма-весьма серьезно. Она показала и сказала, что компания приготовила то, что необходимо приготовить для дальнейшего шага, дальнейшего старта. Она показывает офис и рассказала, что мы сможем там работать. Это важно для всех нас, потому что многие воспринимают задержки, которые происходят сейчас, как непонятно, какие измышленные, не знаю, ситуации, крат, что угодно, я уже читала. Я еще раз показываю, рассказываю, компания «Прозрачная открытая» и сказала, что, это партнеры компании, на сегодня уже достаточно, что готовы к старту следующего этапа полностью, потому что именно в Дубае, именно там на сегодняшний день вот такая, второй виток, скажем так, вторая волна развития компании готова. И готова вместе с площадкой. Вчера разговаривал с Андрой по телефону, вернее, Жерониму звонил в Дубай, они уже были там, они разговаривали с Андрой, ответ такой, все готово, именно поэтому показываем и готовим старт. На сегодняшний день, в любой момент, автомат может включиться. Вот тот конфуз, который внесла Валерия сегодня, своим скоростным выдачей информации в чат, неправильная позиция, есть информационный чат. И только через информационный чат мы можем получать официальные записи. Просто партнеры наши, ну мы россияне, мы любим искать все и везде. Нашли эту запись на английском, понятно, что название платформы и автомат звучит на всех языках одинаково, нашли и посчитали, что это дополнительно какое-то сообщение от компании, экстренное включение, чего непонятно, побежали впереди всех. Это пакистанская команда в свой чат, в свой внутренний чат англоязычный, передала сообщение Бруну, которое он выставил в понедельник вечером, которое я перевела, которое Елена Никонова перевела. Все мы это выдали, информация, которая главным образом из уст президента была дана. Что? Еще раз повторю теперь всю информацию. В течение 15 дней, начиная со 2 числа, будет закончено полностью с выплатой всех зависших платежей, зависших выводов. Вывод, который в пендинге в течение 15 дней, в порядке, который, ну, сможет компания обрабатывать, будет выдан нам на наши кошельки. Почему это произошло? Несколько раз на последних презентациях мы говорили, что президент сказал, вывод денег в Фиате будет производиться на карту. Учитывая, что процесс непростой, да, Фиатный механизм готов. Какой Фиатный механизм? Наличие денег для наших с вами выплат. Именно это сверял Клаудио Энрике, и когда был здесь президент правления банка, президент платформы, сверяли, выберяли, смотрели, уточняли. Именно это, кодировку привязки бэк-офисов. Ну и вот, это задача, кодировка привязки бэк-офисов технической группы, которая на сегодняшний момент осуществляет интеграцию платформы. Клаудио хотел удостовериться в том, что с финансами все в порядке, следовательно, он проконтролировал отправку денег на счета банка для выплаты там с вами через платформу определенной X суммы, которая бы покрывала все необходимые затраты. Все то же самое было сделано с Пейгас. И в одной из презентаций говорила, что в свое время, отправив предоплатно в систему платежную Пейгас определенную сумму, компания свои обязательства выполнила. Не выполнил Пейгас. Более того, возврат средств со счетов Пейгас, именно фиатных средств, на счета компании занимает от 15 до 45 дней. Поэтому часть договоренности, наличие финансовых активов, в деньгах реальных, у компании была проделена, необходимые транзакции сделаны, Клаудио улетел. Что же касается самой системы привязки, вы помните, что две недели назад была объявлена необходимость регистрации и верификации. К сожалению, верификация не прошла. То есть где-то ошибка вот именно в годировке системы верификации не прошла. Что это означает? Нет верификации, нет персонализации наших с вами счетов платежной системы с ИГЛ Битрейдс кабинета. Нет. Каким же образом нам выводить? Куда? Даже если бы выводили фиатных средств просто на платформу, даже при отсутствии карты. Неважно. Есть позиция фиат. Как выводить, когда не было персонализации? То есть кто успел зарегистрироваться? Мы в первых летах зарегистрировались, но мы не смогли вывести, вернее загрузить документы для того, чтобы подтвердить, что я, Ирина Абалакова, Владимир Буаора, что у меня такая-то, такая-то почта. Именно я владелец этого счета. И такие же данные у меня в моем кабинете и у Битрэд не было персонализации. Поэтому вы помните, что последние дни, уже июня, было объявлено, что были сбои в регистрации, приостановленные регистрации, потому что они как раз изобретали механизм подтверждения наших данных. То есть на сегодняшний день, как сказала Сандра, была предупреждена вся система поддержки, то есть суббор платформы, это уже не наша компания, отдельная платформа, и у нее отдельный саппорт. Так вот, саппорт платформы был предупрежден, что придется работать 24 часа в сутки, чтобы очень быстро, сейчас будут обвальные регистрации, очень быстро провести верификацию, для чего? Для привязки наших кабинетов, идентификации личности каждого из нас к нашим кабинетам Eagle Bitrade. Чтобы вы понимали суть работ, которые вот сейчас возникли. Они это делают сейчас, регистрации идут, я попросила всех партнеров с срочным порядком сделать регистрации, передать по своим командам, когда зарегистрировались по схеме, которая дана многократно, сделать подтверждение на почту, отправить что. Самое главное, это ваше селфи с паспортом. Естественно, любой документ, какой у вас есть, подтверждение адреса. Компания уже знает, что не так просто со сторонами СНГ подтверждение наших адресов для доставки карт. Знает она, но решать мы это будем. В Дубае Бруно сказал, сейчас это все там. Почему? Потому что мы единственный регион в мире, который не имеет этой формы подтверждения. Везде принята форма счета фактуры за услуги, но нет у нас этих счетных счетов, поэтому опять будем показывать и рассказывать, как в других компаниях мы обычно находим какой-то консенсус для решения вопросов. Пока я просила отправить любой документ, который бы подтверждал ваше проживание, вплоть до последней страницы паспорта, прописка. Все равно на русском языке он будет не читаем, у вас будет не верифицирован адрес, но суть в чем, важна ваша верификация вашей личности как владельца этого счета и привязка. Вы же верифицированы в игол битрейке, чтобы совпадали документы. Это важно для того, чтобы запустить механизм вывода фиатных средств. То, о чем было сказано, появится кнопка в меню и вывод средств будет сделан. После законченного периода в 15 дней этот автомат будет работать для всех до прорегистрированных. Это не 15 дней для вывода, они может быть выйдут за 3-4 дня все. Это 15 лет для нормализации взаимоувязки наших кабинетов. Суть в этом была, как мне это объяснил Жерониму, Бруну, но вся спонсорская линия сверху. Почему так? Именно поэтому, чтобы не затягивать далее привязку платформы, президент решил сделать вывод пендинг всем на наши кошельки, которые уже у нас прописаны там. Именно поэтому Сандра начала нужным вот в этом видео сказать, что все готово. И в любой момент, может быть сегодня, может быть ночью, она говорила, это вчера, это вчерашнее видео, может быть завтра, то есть сегодня ночью. Но начнется старт вывода по системе, какую программисты сами определяют программы закрытия по дням пендинга, то есть мы же знаем, что очень много сумм зависло, это все будет реализовано в ближайшие дни. Паника и вообще ситуация, которую я читаю в чатах, это только в нашем чате. И в одном чате этого нет. Я не знаю, возможно, мы неправильно доносим информацию, возможно, отсутствие какой-то логики в объяснении. Я все прекрасно понимаю. Номер один вопрос это вывод. Но вместе с тем хочу напомнить, наверняка сидят партнеры, которые во многих компаниях участвуют. Я не буду сейчас перечислять, в каких компаниях я не получаю вывод. Два месяца, три с половиной месяца, четыре месяца и нет шума, потому что там соловьем поют, извините, учредители. Наши учредители, наши владельцы не поют ничего того, что нельзя будет подтвердить. Если сказано, что вот так, это вот так и происходит, и мы это видим. Я специально сделала сегодня файл интеграция системы. Что из себя представляет система наша? Дело в том, что ихчейндж, извините, шарж, да, это система не вывода просто фиатных денег, то есть наша платформа обменник, это не система вывода наших заработков. Вот вам, пожалуйста, услуги, которые наша платформа нам предоставит. Это обмен валют, это денежные переводы в любую страну. Так, во всяком случае, указано на официальном носителе. Я оттуда взяла эту информацию. Пополняйте и снятие денег через другие системы, а не только вывод из Игл Битрейн. Это отдельная функциональная платежная система с большим количеством возможностей и расширяющимися возможностями. Оплата товаров и услуг, платежный запрос. Вы видите, каким образом, с кем будет сотрудничать наша платформа. СМС-сообщение, которое вы всегда будете в курсе операции в вашем кошельке. Это платформа. Так вот, из них три четверти функций были готовы еще на 28 июня. Это то, что вот когда я впервые посмотрела вот эту информацию. Вот вся, весь вопрос именно выводе фиатных денег вот в этой кодировке это непростой вопрос. У многих платежных систем это занимает месяцы и месяцы и месяцы. Компании стремится за недели, у нас два месяца это висит, но вот недели, последние, когда тесты все уже всего проходили, они стремятся закончить это все, потому что очень важно, чтобы вы получали свои деньги, а не кто-то, третий, лишний, который найдет дыру в системе и хакерские атаки, извините, должны быть выдержаны системой нашей защитной. Поэтому, чтобы избежать потерь наших с вами денег, компания вот пытается довести до совершенства весь этот механизм, чтобы он работал годы, на годы. Никто не говорит, что вот мы пришли сейчас, лишь бы один раз снять деньги и все, потому что программа, которая нас ждет, да, которую нам приготовили наши владельцы бизнеса, президент и вице-президент, программа с далеко идущими планами. Я уже говорила и неоднократно говорила, что именно подразумевается в нашей услуге, которая прописана в сертификате регистрационном консалтинговой услуге партнеров. Я говорила об этом, вот в личных беседах, с кем мы постоянно беседуем с партнерами в скайпе, когда вопросы задают, я отвечаю, мы не можем помнить эту информацию, все партнеры, Ирина, Елена, вы были на модели, мы все это слышали, но ее невозможно запомнить все. Вот вчера мы беседовали, Тина Юрьева, это очень большая команда украинская, которые тоже хотят знать детали, подробности. Там возникли конкретные вопросы. Что такое банк? Мало ли какой банк-партнер? Банку выгодно иметь клиентскую базу, банк на сегодняшний момент любой за клиентскую базу может сотрудничать. Но мало ли, Андрея Бачери, шампанское продаю, да ему выгодно эта сеть, потому что, это я просто рассказываю сомнения партнерам, потому что в сети большое количество потребителей, ему выгодно это делать, клиентскую базу приобрести, он пошел на сотрудничество. Но мало ли, сделали фото в Бенфике, мало ли, кто такая Бенфика, деньги заплати, с тобой сфотографироваться и президент, и вице-президент. Я вам хочу сказать, что это не так. Времена испнились навсегда. Мир переходит в цифровые, скажем так, регалии, на сегодняшний день все вокруг продают, все вокруг что-то делают, чтобы каким-то образом остаться в нише, быть востребованным, конкурентоспособным, и на сегодня заявить о себе как лидере в какой-то области. Все вокруг трейдинг, сегодня супер популярен. Я хочу сказать, что посмотрите портфолио, я назвала просто часть фамилии тех, которые сегодня в партнерстве с компанией. Если посмотреть их портфолио, их сайты, найдите партнеров еще там, кого-нибудь, не найдете. Суть даже не в том, что не все партнеры есть на сайтах. Вот эти девочки могут подтвердить шампанское. Он мало ли пили шампанское, он его продал, он его не продал, он партнерский, я уже говорила об этом, не будем повторяться. Но суть в чем в шампанском? То шампанское, которое будет представлено у нас на сайте официальном, не продается. Суть партнерства в этом. И эти детали могу рассказывать всем. У нас Женя Назаренко, это наша русская женщина поддержка. Всегда, когда мне что-то нужно, я прошу Женя, раскопай в интернете все. Почему? Потому что его вторая специальность, которую он сегодня, кстати, последний экзамен сдает, которая даже стала, то есть управление, аналитика, всевозможный аудит, именно управление онлайн программами, поиск аудит, поиск информации по юридическому статусу компаний, корпораций, управлений и так далее. Поэтому найти что-либо, раскопать, всегда у нас есть любая возможность. И здесь, при чем говорить, мы именно эту работу и проделываем. Так вот, шампанское, которое мы пили, на сайте есть, вина, которые представлены были 12 мая на открытии именно вот этого события подписания договоров, на сайте официальном, по челу, нет. Эти вина мы получим у нас в бэк-офисе. Поэтому говорить, что мало ли кто, что и как, это прежде всего, не потому, что непрофессионально, это прежде всего наивно, я бы сказала так. Что такое клуб Бенфика? Ну, да, я думаю, многие знают партнеры, что такое себе представляет клуб Бенфика. Так же, как и Мадрид Реал, да? Вы знаете, что-то одни из старейших центральных европейских клубов футбольных, миллиардные клубы, мало ли заплатили деньги, не дали канал. Вы знаете, нет. Бенфика сама кому-то сейчас заплатит, чтобы только ее не трогали. Скажем так, но это может быть утрированное выражение, но это факт. Вот Орел, на фоне которого фотографировался президент и команда, которые были тогда там, вы, наверное, видели, когда он разворачивался, футболки тоже видели Eagle Betray. Этот Орел стоит в VIP-зале клуба. В VIP-зале клуба. В том же, в Португалии они могут это сказать. И сделать там растяжку Eagle Betray на фоне бренда в Бенфике, ну, кто позволит. Ну, давайте каждая трейдинговая компания будет приходить делать растяжки, фотографироваться. Вы много таких фотографий видели, в интернете. Вообще, где-нибудь вы еще видели, откройте вообще официальный сайт в VIP-зале клуба и посмотрите, есть ли где-нибудь еще подобные фотографии в VIP-зале клуба, фотографии с президентом какой-то MLM-компании или там хайповой компании, как обычно говорят, для того, чтобы кого-то зазвать. Нет. И, наверное, Кристиан Роналду не предоставил бы мальчику с улицы свой отель для проведения события на Мадере. Это его личный отель. И, наверное, очень многие моменты, я могу долго говорить, не буду занимать ваше внимание, просто рассказываю, что компания, которая уже заняла свое место, свою нишу в этой области, она стремится именно расширять возможность финансовых потоков. Для чего? Для обеспечения нам с вами заработка в этом суть. Я могу продолжать дальше. Все это мы на Мадере убедились, слышали, видели, читали, смотрели. Это все возможно. Почему в Дубае летит большее количество партнеров сейчас? Потому что очень многие хотят видеть, слышать, читать и убедиться. И это будет, возможно, при личной встрече. Поэтому говорить о том, что это одна из, и вот тот даже любой хайп три месяца платит, именно любой хайп три месяца платит. Именно, ну, пять месяцев, да? И мы знаем, чем это заканчивается. Компания сделала глобальную работу за очень короткий период. Я могу сравнивать с другой компанией, которой я активно работаю, являюсь фанатом этой компании, многие знают об этом. Я могу подтвердить на своем личном опыте по сей день, хотя это мы год работали замечательно успешно с платежной системой, но с момента, когда виза ушла из Европы и из всех платформ, которые обеспечивают обмен на криптовалюту, виза ушла. Да? По сей день, вот уже восемь месяцев компания никак не может навладить процесс нормальной работы своей платежной системы. Мы не имеем опять карты. Хотя работало замечательно весь механизм самой прописки, кодировки, алгоритма компании, там нормально работает. Все в порядке у нас с кошельками. Здесь тоже все в порядке именно с технической частью. Суть-то как раз фиатной завязки. Нам с вами что нужно? Не просто возможность иметь и хранить где-то свои биткоины, мы и так войдем к кошельке. Нам нужна прямая, защищенная увязка, хранилища нашего с вами, наших денег с возможностью ими воспользоваться в любой точке мира и в любой момент, когда нам это будет нужно. И Экобанк Коин, извините, единственный, который предоставляет нам эту услугу, но еще и в связке с визой. И все это можно прочитать на сайте Экобанк Коин, я уже сбрасывала все эти ссылки, вы все, наверное, это знаете. Поэтому довести этот механизм до совершенства, это вообще-то работа месяцев, а не дней и недель. На сегодняшний момент, если Сандра сказала, что все готово, понимаете, вот любая презентация в Португалии, уже очень многие партнеры у нас португальцы, после Матейры русско-язычной португальцы включились очень активно, они бывают на оффлайн-презентациях и они слушают. В Ардузе говорит, допустим, говорит Франциско Роберто, они говорят о том, кто есть наши президенты. Это альянс, альянс программиста, трейдера, профессионала в этой области с бизнес-вумен, предпринимателем, финансистом в традиционном бизнесе на земле, с возможностью построения финансовых потоков из различных источников на функционирование бизнеса в перспективе грамотно и долговременно. Вот этот альянс как раз и дал ту супер-возможность, которую мы с вами в руках имеем. И разговаривать, и говорить о том, что ой, дайте вывод, и у нас будет все, я не об этом. У нас и так все в руках есть. Да, к сожалению, Россия заходит в кредит. К сожалению, эта практика привыкли за вот последние, наверное, полтора-два года люди брали его кредиты в хайпах за три месяца, удвоили, побежали в следующий хайп, опять удвоили, где-то потеряли, где-то опять наработали. Эта практика укоренилась. Но это не практика построения бизнеса. Ни один бизнес невозможно построить за один, за два, за три месяца. Это минимум, ну, полгода. Вы прекрасно это знаете. Работы. И вот тогда, вот полгода этой работы, вам действительно дадут вот те супер-звезды, которые получил Громов и Рейклера, Ольга, Рикарду. И еще немыслимое количество уже на сегодняшний день даймондов, которые после Мадееры просто как пирожки каждую неделю выскакивают. Понимаете, это именно бизнес. Они знают факты, они понимают, что они говорят. Они опираются только на то, что прочувствовали, прошли сами. И они собой ручаются и строят бизнес. И их партнеры делают то же самое. Нет очереди на регистрацию. Одна, мы смеялись, когда мы говорили, у меня стоит очередь, только давайте быстрее. Как может стоять очередь на регистрацию в систему, в которой нужно разобраться? Понимаете, нужно разобраться, что делает наша компания. Я разбиралась четыре месяца. Я бегом не загоняла всех, не знаю как. И уже пробыл в компании полтора месяца, я сказала, что давайте-ка мы еще по три переживем. Я посмотрю, публиличность, реальность, доходность компании. И хочу понять их цельные задачи. И только тогда мы сказали, что мы переживем любой период. Мы пройдем с компанией любые сложности, потому что я именно так проходила со своей первой компанией, прохожу по сей день. все сложности, потому что я уверена в том, что они пришли строить бизнес на годы. Так вот, Eagle Trade пришел строить бизнес на годы. И руководство на этим занимает. Поэтому, вот то, что сказала Сандра, что мы готовы. Я думаю, они действительно готовы. Поэтому, это может начаться сегодня, либо завтра. Я вам объяснила механизм 15 дней. Это не вывод для всех 15 дней. Это будет зависеть от программистов. Как они, какой охват они будут делать в день, какое количество дней, как они это сделают. Но, с момента, когда будет закончен вот этот вывод всего пендинга, у нас включается опять нормальный вывод по лимиту, я думаю, который будет выше, потому что президент заикался, что 4 тысячи поднимут на 5 тысяч. Лимит в день автомат. В этот период лимит вывода тысяча. Но, с момента, когда мы получим кнопку нового меню в кабинете, никакие голосовые онлайн переданные информации не являются официальными. Все официальные информации мы читаем у нас, коммуникату, это сообщение в офисе, в бэк-офисе нашем, и все то, что мы знаем, видим, дублицируется мастерами, дистрибьюторами в официальных чатах, мы передаем дальше. Именно это я хотела сегодня сказать. Я прошу партнеров, это компания просит меня, я повторяю просто слова, прошу партнеров подождать еще 2-3 дня, 4-7, понимают, что деньги нужны вчера, всем, не только вам, вообще всем вокруг. Вот на сегодняшний момент Лена Никонова мне не даст забрать, она сомневалась до последнего дня, говорит, не люблю ездить в кредит, не люблю ездить, ни в какие поездки, не хочу занимать ни у кого ничего, люблю все делать на свои деньги. Точно так же, деньги не вышли. Я купила билеты, как только вернулась с Мадейры, почему-то, что я знала, что лучше я куплю сейчас, мало ли что может произойти. Вот девочки купили билеты сегодня, они летят туда, потому что они лидеры, они должны быть там. На какие деньги, это уже секрет Лены, наверное, родительские. Не зря же отвозила дочь к родителям в деревню. Наверное, у мамы занимала все-таки. Почему? Потому что важно лететь туда. Лена лидер, Лена понимает, что важно услышать информацию, одни уши хорошо, 3-4-5 голов, чем больше людей услышат, тем больше понимание ситуации у всех сложится. А нам важен взгляд многосторонний от партнеров различных, взгляд на сети новости, которые мы там услышим. Почему? Потому что многократно на презентациях повторялось, что все в Дубае, все относительно тенденций развития в Дубае, перспективы в Дубае, сроки в Дубае. Я понимаю, что мы очень много информации там получим, постараемся максимально быстро передать. И естественно, главная новость, какая это вывод. Тоже я думаю, что не торопятся, это сидят максимально быстро. Улетели все программисты, то они там. Вот когда мы связывались с подтверждением, еще многие партнеры не получили ваучера, без ваучерного события попасть невозможно. Многие не получили. Вчера вот перед отлетом уже с Бруну, просто на истерике разговор, как нам быть, партнеры летят, говорят, да летите, да летите. Уже программисты все там, они все равно все в главном офисе. Все вы получите, все вы попадете, летите туда, потому что старт с 6-го числа, до 6-го все они сделают. Поэтому здесь, я почему включила сегодня с Андре интервью, которое она сказала, что все готово. Я еще раз повторяю эти слова. Все готово. Я прошу прощения, что мы задержали вас сегодня. И вот таким образом пришлось проводить конференцию. Наверное, первый раз, вот за два с половиной года я пользуюсь этой комнатой. У нас произошли сегодня такой сбой. Спасибо, Лидия, что она включилась. Все, я на сегодня все, что я хотела сказать, я сказала. Давайте мы не будем сегодня задавать вопросы. Мы сами эти вопросы задаем регулярно, с утра. И слава Богу, что с нами все на обратной связи наши вышестоящие спонсоры. Нам объясняют, что происходит. Мы постарались донести до вас именно информацию в том разрезе, который получили. Поэтому завтра уже улетаем мы все в Дубай. Видимо, завтра не будет конференции. Ну, возможно, Ирина Давыдова проведет, я не знаю как. И в пятницу, я думаю, мы дадим какую-то информацию уже из Дубая. Вот я здесь прочитала, я просто скажу, кто сказал выводить сегодня. Я еще раз говорю, давайте мы научимся слушать официальную информацию. Всегда, когда я что-то перевожу, я делаю спрос информации оригинал, информацию, не звуковой, который сказали, лидеры, а информация оригинал и перевод. Где вы видели сегодня сброс информации оригинал? Нигде. В бэк-офисе вы. Давайте научимся работать все-таки как-то грамотно. Давайте не будем питаться. Я понимаю, что всем, ну, вчера все нужно. Я не знала об этом, что это произошло, что Лера поторопилась перевод свою переведенную информацию и его выстрелить в чаты. Без согласования с Бруно хотя бы либо с кем-то. Бруно сразу дал пояснение, как только я спросила, что это такое, он говорит, это перевод от штатской группы для своей структуры в понедельник, на английский язык всего того, что я дал в понедельник. Ничего официально сегодня не давал. Поэтому Валерия изменилась, написала, что неофициальный канал. Мы тоже ищем везде информацию, мы тоже торопимся вам все подтвердить. Мы тоже стараемся максимально побольше, как-то, потяще выдавать что-то. Но лучше давать то, что дается официально. Не изобретать ничего от себя. Все, спасибо всем. Давайте мы до следующей презентации доживем и уже будет информация какая-то из первых рук и уже будет проще разговаривать, вопросы и ответы, потому что сегодня мы ответы больше никакие дать не сможем. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!